За рулем автомобиля Татьяна Купцова уже 10 лет. Своего сына в детские сады на дополнительные занятия возят только в детском кресле. Уверена, что соблюдение правил перевозки детей увеличивает их шанс не пострадать в случае аварии. В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы. Одна из задач – повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. В преддверии начала учебного года сотрудники госавтоинспекции провели рейд по проверке водителей на наличие детского удерживающего устройства. Совместно с представителем общественного совета при управлении ВД России по Самаре полицейские вручили водителям азбуку безопасности, а детям сувениры. Задача общественного совета – проверить качество профилактической работы сотрудников госавтоинспекции. В отношении тех, кто не соблюдал правила перевозки детей, инспекторы ГИБДД выписали протоколы. Штраф за такое нарушение – 3000 рублей. За время работы съемочной группы выявили одного нарушителя, да и тот с номерами другого региона. За 7 месяцев текущего года у нас произошло 72 ДТП с участием детей, 77 несовершеннолетних пострадали, 24 ребенка являлись пассажирами. Сотрудники госавтоинспекции напоминают – перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкция которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система изофикс, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности. А на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Не стоит забывать о том, что ребенку в детском кресле должно быть не только безопасно, но и удобно.